О замысле, написании и постановке ревизора. Гоголь мечтал о комедии со злостью и солью. Он придавал театру исключительно большое общественно-воспитательное значение. Театр представлялся ему кафедрой, с которой читается разом целой толпе живой урок. Гоголь мечтал о театре, который явился бы великой школой для общества и беспощадно карал бы смехом плевелы русской действительности. На сцену их, восклицает писатель, пусть видит их весь народ, пусть посмеется им. О, смех – великое дело! Ничего более не боится человек так, как смеха. В октябре 1835 года Гоголь пишет Пушкину. Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский – чистый анекдот. Рука дрожит тем временем написать комедию. Сделайте милость, дайте сюжет. Духом будет комедия из пяти актов. И клянусь, куда смешнее черта! Впоследствии Гоголь говорил, что мысль о ревизоре ему впервые подсказал Пушкин. Повсеместно царившее казнократство и взяточничество провинциальных властей, их боязнь ревизора из центра – все это было распространенным явлением в тогдашней России. С негодованием и сарказмом писатель раскрыл всю гниль и мерзость людей, воплощающих собой власть в городе, от которого хоть три дня скачи, ни до какого государства не доедешь. Дикий произвол, взяточничество, казнократство, невежество – таковы нравы безвестного города, в который случай заносит Хлестакова. 19 апреля 1836 года на сцене Александринского театра в Петербурге состоялось первое представление ревизора. Зал был полон блистательной публики. Перед самым началом представления в театр прибыл царь с наследником. Вначале в зрительном зале раздавался раскатистый смех. Уже после первого акта, свидетельствует очевидец, недоумение было написано на всех лицах зрителей, сидящих в портере и ложах. Смех становился все сдержаннее. К концу спектакля недоумение перешло в ярость. Только теперь понял истинный смысл ревизора и Николай Первый. Выходя из ложи, он заметил. Ну и пьеска. Всем досталось, а мне более всех. Реакционная критика начала неслыханную свистопляску вокруг имени писателя. Его гениальную комедию стали третировать в печати как грязное творение, как глупый фарс, недостойное искусство и ничего общего не имеющий с действительностью. В демократическом лагере комедию Гоголя встретили восторженно. Стасов рассказывал, «Все были в восторге. Мы наизусть повторяли друг другу целые сцены, длинные разговоры оттуда». 25 мая 1836 года ревизор был поставлен в Москве на сцене Малого театра. Критик Белинский приветствовал в ревизоре истинно художественное произведение, а впоследствии неутомимо пропагандировал его. Историческую заслугу Гоголя Белинский видел в том, что он осуществил поворот русской драматургии к социальной теме, к изображению реальных процессов русской действительности. Гоголь продолжал дорабатывать пьесу. В окончательном тексте 1842 года появляется знаменитое восклицание Городничева. «Чему смеетесь? Над собой смеетесь?» Именно в этом издании впервые был предпослан комедии «Сатирический эпиграф». «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Была изменена и дополнена немая сцена, завершающая комедию. Гоголь понимал, что успех драматургического произведения зависит во многом от актера, от того, как правильно и глубоко проникнет он в замысел автора. Писатель не уставал разъяснять актерам, как надлежит играть пьесу. Подчеркивал при этом очень важную мысль, что герои, которых они воплощают, самые обыкновенные люди, не исключение своей среды, а самые типичные их представители. Позднее, в 1846 году, в разгар работы над выбранными местами из переписки с друзьями, Гоголь написал развязку ревизора. В ней он сообщал, что под провинциальным городом он подразумевал душевный город человека. Под ведом чиновников бесчинствуют наши страсти, а Хлестаков – это ветреная светская совесть. Гоголь придал ревизору аллегорическое толкование. Пёстрая куча толков, вызванная появлением ревизора, произвела на Гоголя тягостное впечатление. «Теперь я вижу», – отмечает он в письме к Щепкину, «что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины, и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия». Гоголь принимает решение уехать за границу. Он надеется там отдохнуть, поправить здоровье. Редактор субтитров – это бесчинка. Продолжение следует...